Всем привет и добро пожаловать в лето! Лето официально настало на носу июнь, это значит солнышко, море, легкая одежда и все, кто из вас ждали лето, я вас поздравляю, потому что я знаю, что многие очень любят лето, я не в этом числе, я лето не очень люблю, несмотря на то, что живу в жаркой стране, я все же более предпочитаю весну или осень, но не лето, когда у нас тут супер-супер жарко. Сегодня я хочу вам рассказать, что я любила этой весной, вы знаете, что я люблю делать такие сезонные любимчики, многие делают месячные, я предпочитаю делать сезонные, я собрала здесь целую гору разных интересностей, поэтому сегодня хочу с вами этим поделиться. Итак, мы начнем с косметики, как обычно, первое, что я любила этой весной, это новинка, и я думаю, по-моему, что это выпустилось от весной, это была вот эта вот кисть от Real Techniques, она не была, она есть, я ее обожаю, слушайте, я для себя эту кисть просто, не знаю, открыла, какое-то открытие года, открытие весны. Эта кисть вообще для контурирования от Real Techniques, я ее купила на iHerb, она так и называется, Sculpting Brush, я ей и делаю и скульптурирование, и также наношу ей тон, с того момента, как я получила эту кисть, я пользуюсь только ей в плане тона, в плане скульптурирования. Она просто вот, не знаю, она как-то очень-очень-очень удачно набита, очень-очень мягкая, очень у нее правильный угол, очень у нее правильная вообще вся поверхность, я просто считаю, что она одна из вообще самых удачных кистей, то, что есть у Real Techniques, вы знаете, что я кисти Real Techniques очень люблю, у меня есть почти все их наборы, и это действительно одна из самых-самых удачных их кистей, поэтому я, однозначно, моя любимка, это весной. Еще из косметики я любила три вот таких косметических продукта, давайте начнем со старенького, пудры Chanel, я как-то, знаете, раньше ее любила, потом как-то перестала ей пользоваться, это такой легендарный продукт, у нее очень многих есть, это большая относительно банка, это их самая оригинальная пудра, ничего в ней как бы нет особенного, самая обыкновенная, я ей как-то долго не пользовалась, у меня, кстати, в номере 20, которая одна из самых, по-моему, светлых, я ей долго не пользовалась, и как-то, я вам говорила, что у меня большая проблема с весной была с тональниками, я не находила каким-то тональником пользоваться, все тональники на мне как-то не работали, в общем, было сложненько с тональниками, и я как-то для себя заново открыла эту пудру, и я ее теперь наношу, знаете, не как я раньше наносила чуть-чуть, я ей прямо очень-очень плотно, очень-очень плотно ее наношу на лицо, план того, что я прямо всю кисть в ней обволакиваю, буквально стряхиваю самую только верхнюю пыльцу, наношу на лицо, и она просто шикарна, шикарно сидит на лице, вот очень мне нравится, так что, да, была однозначно моим любимцем, и хайлайтер, девочки, этот хайлайтер, это просто, вот такой вот хайлайтер, это вот Benefit WhatsApp, да, это WhatsApp, ты у нас кто, я не помню, по-моему, это WhatsApp, я не помню, короче, у меня это миниатюрка, этой миниатюрке хватит на 100 лет, это просто шикарнейший хайлайтер, на протяжении всей весны, в день, в день я им пользовалась здесь на скулы, он вообще не блестит, как какой-то дешевый, он очень красиво переливается, он держится на мне весь день, он дает такой более немного, знаете, немного влажный, такой эффект перелива, ой, шикарный, девочки, шикарный, не могу нарадоваться, и миниатюрка за 8 долларов просто шикарнейшая, то есть она маленькая, она удобная, ее можно везде запихнуть, собой запихнуть, продукта здесь достаточно много, он стоит 8 долларов, тут, по-моему, треть оригинального продукта, и 8 долларов, это, по-моему, треть цены оригинального продукта, поэтому, если покупая миниатюрку, вы ничего не проедете. И последний косметический продукт, именно из декоративной косметики, это тоже новинка, которая приобрела себе это весной, недавно я вам рассказывала в покупках, это Румяна Барбари, номер 07 Earthy, этими румянами многие делают скульптурирование, они на мне, я ими скульптурирование, не только скульптурирование, не могу сказать, что я им делаю, я просто вот беру кисть, вот этой кистью и пользуюсь от Зуива, скошенной, и знаете, вот так их просто, вот так вот наношу, то есть они, да, и немножко идут как бы по контуру скульптурирование щеки, но вместе с тем, я как бы вместе с ними не пользуюсь никаким более бронзером, или каким-нибудь другим средством, а только ими, каждый день их наношу, вы не можете, наверное, на камере видеть, но там уже появилась такая как бы, в общем, очень-очень хорошо я ими попользовалась, то есть за буквально месяц-полтора, что они у меня есть, они очень хорошо использованы, шикарнейший продукт, шикарнейший цвет, ничего подобного у меня, в моей коллекции румян нету, я просто очень-очень-очень довольна, следующее, что я вам хочу показать, тоже будет косметический продукт, который я любила этот весной, но это уже уходовый продукт, это крем для глаз от Бобби Браун, этот крем увлажняющий, очень мне понравился, у него состав абсолютно не натуральный, если вы смотрели мое предыдущее видео, вы знаете, что я более-менее начинаю, что касаемо моего лица, переходить на натуральную косметику, более-менее натуральный состав и не что-то бешеное, в любом случае этот крем купила до этого решения, и на данный момент я им пользуюсь, потому что ничего похожего, более хорошего даже в натуральной косметике на данный момент я для себя не нашла, поэтому продолжаю им пользоваться, и он мне безумно нравится, он мне нравится, он стоил каждый, он стоил этих денег, потому что он не дешевый крем, он просто отлично работает, большая десятка ему от меня, как он на мне работает, он высветляет, он увлажняет, он разглаживает, выглаживает, в общем, шикарнейший крем, поэтому очень-очень любила это весной. И последнее, что из косметики более-менее такое, что я вам хочу показать, это два аромата, которым я пользовалась этой весной, и который мне очень нравится, тоже одна новинка от Chloe Love Story, я про него тоже недавно рассказывала, это абсолютно цветочный аромат, это для меня а-ля Исимьяки, очень он мне нравится, думала, что он будет только зимний и не весенний, он оказался весенний, он оставляет приятный шлейф, он не тяжелый, весной он был самое то, даже сейчас в нашу погоду, когда на улице где-то градусов 25-28, он вполне нормально, просто, может быть, немного менее его наношу, не там 6 пшиков, как я люблю, я наношу в духе очень обильно, потому что на мне они не держатся, тут я, может быть, нанесу 4. И также еще один аромат, который обычно я им пользуюсь тоже только зимой, но как-то, не знаю, это весной, у меня все зимнее зашло в мою весну, это аромат 212 от Каролина Херера, да, вот эти вот шарики там по бокам, который, но это уже, я даже не знаю, какой, объяснить, что в нем есть, этот аромат я покупаю, ну, я не забываю вам, если скажу, что раз в десятый, так точно, я его люблю с лет 18 и так, очень давно, и вот этой весной прямо он меня манил, я не могу его описать, не могу его описать, но он очень классный, это такая, для меня это классика жанра, у меня есть пару ароматов, которые для меня классика жанра, ну, закрывайся уже, вот для меня это абсолютная классика жанра, очень любила. Если вы мои видео смотрите постоянно, вы могли заметить, что почти все видео этой весной я сидела в этих сережках, когда я была в ноябре в Лондоне, я одну из сережек потеряла, и когда вернулась, я пошла в магазин, и на мою удачу мне смогли сделать еще одну такую сережку, в общем, всю весну я протаскала одни и те же серьги, может быть, пару раз некоторые снимала, меняла для разнообразия, ну, точно, 6 дней в неделю я ходила с одними и те же серьгами, вот с этими, обожаю эти сережки, они сделаны из серебра, просто мои самые любимые. И также из украшений я любила этой весной два колечка, которые я и пробрела этой весной, одно купила себе на день рождения, и второе купила, и второе им купала, мне подарила Нецер, потому что он знал, что я его давно хочу, и так вот я их соединила, вот эти два колечка, одно Love, я не помню, показывала, не показывала, показывала, наверное, когда я рассказывала про Пандору, два они из Пандоры, и второе просто вот с этим камушком, это Туркизда, это Туркизда, это бирюзовый камень, бирюзовый, да, бирюзовый, эти камушки у них идут как месячные, то есть каждый камень к каждому месяцу, у меня это Декабрь, хотя, казалось бы, я должна была покупать Март, Март, это был Аквамарин, но я не хотела Март, мне не понравился его цвет, я купила Декабрь, то есть я хотела вот этот вот бирюзовый камень, в общем, вот эти два колечка, с того момента, как они у меня появились вдвоем, я их просто как-то не снимаю, вы это уже, наверное, тоже видели в каждом видео буквально, на любой фотке в Инстаграме, почти, по-моему, везде. В плане музыки это весной, было несколько удачных саундтреков к некоторым фильмам, о которых мы не будем говорить, потому что мы все знаем, о чем Габи говорит, но также, смотря где-то в феврале, да, в феврале мы смотрели с Нетцером музыкальные вручения, музыкальных премий The Breeds Британии, и там один из музыкантов, Джеймс Бэй, получал премию, нам с Нетцером было очень интересно, кто это, что это, потому что мы о нем не слышали, мы, как всегда, деревня слышим о всем интересном, когда уже все становится очень знаменито, в общем, нам понравился один музыкант, Джеймс Бэй, он относительно популярен, я не знаю, я в Израиле не помню, слышала я на радио его песни, нет, в любом случае он нам очень понравился, мы начали слушать его диск, мы начали слушать его музыку, очень-очень нам понравился, такой он нам, вообще, мы с Нетцером очень любим одну и ту же музыку, поэтому, если мы что-то там, что-то нам нравится, мы слушаем это дома, так что мы его очень любили это весной. В плане фильмов, в этой весной я не была даже ни одного раза в кино, я была ни одного раза в кино, ужасно, нужно срочно идти в кино, я должна ходить в кино, в любом случае, что мне запомнилось, мне запомнился американский фильм, романтический фильм, я вообще абсолютно не романтик, но в фильмах я люблю романтические фильмы с хорошим концом, могут быть они немножко сказочные, и из романтических фильмов, что я смотрела, мне понравился фильм In Your Eyes, на русском, по-моему, так он и переводится, в Твоих глазах, там играет актриса Зои Казан, она такая не особо примечательная, не особо красивая, не особо, я не знаю, не особо ничего и не особо знаменитая, но она мне безумно нравится во всех фильмах, что она играла, я, не знаю, у меня какая-то к ней есть симпатия, и когда увидела, что она играет в этом фильме, я это просто, я искала что-то в интернете и наткнулась, то есть с удовольствием его посмотрела, и очень, он такой, немного это фантазия, романтическая фантазия, очень мне понравилось, очень романтический фильм, очень, я его тоже пересматривала несколько раз, и обычно, когда я пересматриваю фильм несколько раз за один сезон, то это значит, что мне фильм очень понравился, а рейтинг у него не особо высокий, если честно, есть разные мнения, на кому он нравится, кому нет, в любом случае, мне он очень понравился, и еще хочу вам сказать про сериал, который мне понравился в этом сезоне, весной, сериал The Fall, Падение, это британский сериал, если честно, не знаю, какой жанр у него, но я бы сказала, что это жанр такой, знаете, детективный триллер, нет, детективный психологический триллер в британском стиле, потому что это британский сериал, там играет Джиллиан Андерсон, которая играла в X-Factors вместе с Дэвидом Духовным, и там играет Джейми Дорнан, которого мы все знаем по нашумевшему фильму этого года, в любом случае, если вы любите британские фильмы, потому что они немного отличаются от всех других фильмов, у них такая есть такая британская специфика, а если вы любите детективы, это абсолютно такой психологический детективный триллер, если вы ребенок, я вам не советую смотреть этот фильм до 16 лет, однозначно, я не знаю, какие у него там, нет того, что там есть какие-то неприличные сцены, нет, он чересчур психологический для детей, как мне кажется, поэтому я советую смотреть этот фильм, не знаю, до 16, до 17, сами решайте, но вы же какого-то возраста, потому что он непростой фильм, он интересный, он меня немножко ужаснул, потому что я проявила симпатию к главному герою, который играет отрицательную роль. Есть два сезона, каждый сезон по 5 или по 6 серий, каждая серия по 50 минут, третий сезон должен выйти в конце года, я получила огромное удовольствие от просмотра этого сериала, этот сериал на любителя, как мне кажется, я знаю, что из девчонок Кати ты его смотрела, и мы с ней по поводу третьего сезона разговаривали, потому что я немножко пренебрегаю, что они могут придумать на третий сезон, у Кати есть очень интересные идеи, что они могут придумать, поэтому будет интересно посмотреть на третий сезон. В любом случае, если вы любите британский стиль сериалов, в плане детективов и тому подобное, то дефолт, падение, ищите в интернете. И последнее на сегодняшний день, что я хочу вам показать, что я любила, это весной кружка, у меня появилась новая кружка, товарищи, Куда Габи и Биску пить еще десятую миллион кружек, у меня уже этих кружек, но не знаю, скоро его буду засаливать, в любом случае, вот такая вот красивая королевская кружка, которую я себе купила, очень мне нравится, очень классно выглядит, и пару даже фоток в инстаграм вам ставила, если вы еще не подписаны на меня, не дружите со мной в инстаграме, самое время, в общем, очень-очень классная кружка, в любом случае, мне, по-моему, нужно будет отдельный шкаф для всех кружек, что у меня есть, потому что у меня миллион кружек. И что я очень любила, это весной, жвачки Орбит. Товарищи, вот эти вот жвачки Орбит, которые вкус жвачки, то есть, знаете, такой сладкой, сладкой такой детской жвачки, Bubble Mint, хотя без Минта я предпочитала бы, то есть тут есть, как это называется, мята, я предпочитала их без мяты, я люблю жвачки пожевать 5 минут и выплюнуть, поэтому я всегда покупаю вот такие вот коробочки, потому что очень часто, когда мне хочется вот сладенького, я сразу жвачку, поэтому пожевала и выкинула. Обычно жвачки долго не живут. Ну что, это было все, что я любила вот этой весной. Вот такие вот мои любимчики. Расскажите, что вы любили, посоветуйте фильмы, сериалы, книги. Книги я этой весной не читала, у меня есть одна книга, то я уже читаю 6 месяцев, не могу закончить. То я книги заканчиваю буквально, там, не знаю, за неделю, три книги не могу закончить, то я одну читаю уже полгода и никак не могу закончить. Поэтому расскажите мне, что вы любили, что вам нравилось, что вы хотите мне посоветовать, мне будет очень-очень интересно. А еще некоторые были аппликации, которые думала о не аппликации. Да, аппликации вы это называете, да, аппликации? Приложения, приложения. Предложения на айфоне, что хотела вам посоветовать. Но я про них вам рассказывала в инстаграме и как-то, если честно, мне не хочется повторяться. И так несколько вещей, что я сегодня рассказала, повторяюсь. Поэтому заходите, товарищи, в инстаграм и смотрите, про что я рассказываю. Ну что ж, на сегодня все. Увидимся очень скоро. Всем привет. Ну что ж, сегодня наконец-то я собралась с мыслями, обдумала все, что я хочу вам рассказать. И сегодня я вам сделаю обзор на косметику Underloo.